Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я и наше первое видео, видео заказное. Сегодня буду рассказывать все о ушках, как их чистить, стричь, брить, подвязывать. В общем, все-все-все о наших замечательных ушках. Сегодня нам поможет малыш Зевс. У Зевса есть уже мама. Маму зовут Лариса. Мы передаем ей большой привет. Мы знаем, как она ждет уже Зевса дома. Вот. И, ну, собственно, поехали. Начинаем. В возрасте полутора месяцев щенкам, в общем-то, заводчики ушки подвязывают. Ушки должны стоять где-то в районе двух-двух с половиной месяцев. Вот. Если вдруг по каким-то причинам ушки в этом возрасте не встали, то есть мы продолжаем их подвязывать дальше, ровно до тех пор, пока они уже не встанут. Вот. Стригутся, то есть бреются, вернее, ушки. Их внутренняя и наружная часть желательно каждые две недели. То есть ушки мы не запускаем. Вот. Особенно в щенячьем возрасте хряч, конечно, еще не сформировался как следует. Да. И если очень будет много шерсти на ушках, ушки могут просто подвисать. Собственно, что нежелательно. Ну и просто, чтобы как бы ушки наши были красивые, конечно, их желательно брить. Чем я пользуюсь, да, что нам понадобится? Я очень люблю вот такие вот машинки. Они абсолютно безопасные, то есть вы не сможете ими повредить ушко своему любимому щенку. Вот. Либо вот такая. Но эта машинка, она больше, конечно, для, скорее, для внутренней, для внутренней стороны лапок. Вот здесь вот между подушечками ее удобнее брить. Но, в принципе, если вам попадется такая машинка, можно взять и такую машинку. Ножницы. Но это уже для продвинутых пользователей. Вот. С вами я хозяевам не рекомендую ножницы, потому что с непривычки, да, и от неопытности, конечно, можно ушко щенку повредить. Пластыри, да, что касается пластырей. Я очень люблю вот такие вот пластыри фирмы, фирмы Omniplast. Они очень хорошо клеятся, очень хорошо, главное, отклеиваются. Вот. Вот такие. То есть один пластырь на тканевой основе. Вот так вот он выглядит. Очень удобный. И вот такой вот прозрачный пластырь. Он более широкий. Они бывают разные. Они бывают более узкие, более широкие. Я вот такой пластырь предпочитаю более широкий. Я вам сейчас расскажу, собственно, почему. Лосьон для ушей. Может быть совершенно любой, какой вам попадется. То есть лосьон просто чистящий, нелечебный. Это для гигиены ушек. Обычные ватные палочки. Я взяла еще вот такой вот пластырь. Это наш пластырь. Но он может понадобиться только в редких каких-то случаях. Но, в принципе, если вы не нашли вот такие пластыри, можно взять обычный наш. Ну, значит, с чего начинается гигиена ушек. Гигиена ушек начинается, конечно же, с чистки. Сейчас мы будем вам с Зевсом это все демонстрировать. Лосьон для ушей собак. Написано, 2-3 капли в ухо, значит, заливается и так далее. На самом деле чистить уши собакам надо не так. Вам это скажет, в общем-то, любой ветеринар, ну или я в данном случае. Мы берем приличное количество лосьона и заливаем его в ухо так, чтобы он из уха буквально выливался. То есть его надо туда залить, взять ушко, сложить пополам у основания и вот так вот его помассажировать. Там может булькать, хлюпать, лосьон оттуда может выливаться. Это отлично. То есть как раз ушной канал у нас очищается. И, в общем-то, на этом все. То есть мы так вот сделали с одним ушком и так же мы сделаем сейчас со вторым ушком. Так же мы его там сейчас помассажируем. То есть в этот момент массаж нужен для чего? Массаж нужен для того, чтобы лосьон как следует проник, собственно, во все закоулки нашего замечательного ушка, чтобы он хорошо распределился. И, собственно, чтобы он успел размягчить серу, которая находится в ухе. Или там какая-то грязь. Особенно летом, когда собака гуляет, конечно же, в ухе будет пыльно. И все. В общем-то. Дальше вы собаку отпускаете в свободное плавание. Она должна встряхнуть головой. Но, видимо, Зевс этого делать не хочет. То есть она встряхивает головой. И вы берете либо ватный диск, либо ватную палочку. Правильнее, конечно, взять ватный диск и протереть просто то, что вылетело вот сюда, в ушную раковину. Если, говорю, собака вдруг по каким-то причинам у вас головой не трясет, вы берете ватную палочку и чистите, собственно, вот здесь вот с краешка ушка ватной палочкой. По-хорошему на ватной палочке ничего не должно быть. Если вдруг у вас что-то на ней оказалось, ну вот, мы потрясли головой, вот, если у вас вдруг что-то оказалось на этой ватной палочке, то есть паниковать не стоит, стоит просто получше еще раз почистить ушко. Или если вдруг что-то вас совсем напугало, какие-то, не знаю, не дай бог, корки появились, или что-то, конечно, стоит обратиться к ветеринарному врачу, смотреть, нет ли какой-то... Ну, возможно, из-за чего бывают какие-то неприятности в ухе? Да, обычно это тогда, когда собака, например, аллергонула, да, расчесала себе уши, и там появляется, так скажем, условно-патогенный стафилококк, который, ну вот на палочке у вас показывает себя в виде таких коричневых сгустков. Либо это ушной клей, что совсем неприятно, но он бывает у собак на самом деле крайне редко, поэтому зачастую это просто либо грязь, которую собака набрала на улице, да, либо это что-то такое аллергическое происхождение. Вот. Значит, теперь мы приступаем непосредственно к бритью ушек. То есть ушко под подклейку бреется, конечно, как можно больше. То есть ушное полотно сбревается, ну, практически вот прям все в основании. Собакам взрослым, у которых уши уже стоят, ушко бреется до половины. Ну, примерно вот столько, да. Мы сейчас сбреем, конечно, побольше. Ну, да, Зевсу, ну, все, процедуру, конечно, не очень нравится. Вот, влекли от игр. Да, Зевс? Влекли у нас от игр. Зевсу. Стой. Да, вот еще, кстати, да, затронем сразу момент воспитания. То есть, ну, сейчас всем, собственно, видно, что щенку не нравится данная процедура, да, по каким-то его причинам. Естественно, больно ему тут никак не может быть. Это исключительно, ну, какое-то нежелание заниматься данным конкретным делом в данный конкретный момент. Вот если вы в этот момент собаке скажете, ой, ну ладно, мой бедненький, несчастненький, я тебя сейчас оставлю в покое, добрее потом. Ну, будьте готовы к тому, что собака будет себя вести всегда так, данным образом. То есть, чем старше она будет становиться, тем проблематичнее с ней будет вообще совершать какие-то манипуляции. Поэтому мы всеми правдами и неправдами, с уговорами, с прибаутками, с байками продолжаем четко действовать своему наличенному плану. Мы бреем уши. И собака, собственно, очень быстро понимает, что, ну, хочу, не хочу, а надо. То есть, вот такие вещи надо, конечно, делать четко, чтобы потом проблем не было. Также бреется внутренняя сторона ушка. Вот здесь Зевс. Бреем ушко. Да, нам это все не нравится, конечно. Потом, конечно, собаки привыкают к этому, к всему, ну, в таком маленьком возрасте для них это все ненужные занятия, это отвлекание от игры. Ну, примерно вот так у нас сейчас выглядит ушко. Вот. И внутри мы его сбрили. Собственно, то же самое мы делаем со вторым ушком. Да, Зевс, мы бреем ушко. Да, я с тобой согласна. Все это, конечно, скажи, не игрушки. Вообще, что-то непонятно, чем мы тут занимаемся. То есть, вы должны понимать, что чем настырнее вы будете, тем лучше собака будет понимать, что, как говорится, хочу-не хочу, а делать надо. То есть, дальше, говорю, продвинутые пользователи берут в руки ножницы и уже непосредственно придают форму уху. То есть, все вот эти вот неровности нашей побривки, все это подстригается, такой придается форма треугольничка ушку, чтобы ушко смотрелось у нас красиво. Но, если вы боитесь, то есть, если вы в себе не уверены, я вам не рекомендую пользоваться ножницами, чтобы, ну, чего плохого не вышло. Вот ушко становится вот такой, такой формы. То же самое мы можем сделать с этим ушком. А так, по идее, вы можете убрать, в общем-то, эти излишки той же машинкой. Вы ей уже точно ничего, собаке, не срежете лишнего, не повредите ушко. И ушко будет, ну, пусть там, например, где-то у кого-то не треугольная форма, но, собственно, это, так скажем, непринципиально. Ну вот, мы побрили наши замечательные ушки. Теперь мы, собственно, начинаем их клеить. Подклейка, возможно, разными способами. То есть, либо это рожками. Собственно, я вам сейчас... Нет, сначала я вам покажу другой способ. Некоторые клеят короной, так называемой короной. Либо, если, например, ушко уже практически стоит вот-вот, ему там осталось буквально чуть-чуть, то можно вообще особо не заморачиваться, а подклеить любым пластырем изнутри. Но, вот посмотрите, ушко у нас имеет такую вот интересную форму, да, то есть у него внутри такие-таки вот бугорки, да. И вот здесь вот у основания ушка есть такая вот складочка. Вот.